В этом году начало топительного сезона в Киеве стало самым поздним за последние 10 лет. Хорошие погодные условия позволили отложить подачу тепла вопреки запланированному графику. 15 октября к теплу подключили только социальные объекты. Теперь на очереди и все жилые дома. Чтобы не сорвать сезон, киевские бригады коммунальщиков работают круглосуточно. По прогнозам синоптиков, зима в Украине будет капризной. В декабре дождь и снег, а в начале января могут ударить сильные морозы. К слову, согревают главный город Украины сразу три теплоэлектростанции. Однако проблемы с подачей тепла периодически возникают. Всему виной изношенные теплосети. Киев имеет одну из крупнейших в Европе систем теплоснабжения. Если говорить о Европе, то третья по мощности. Это три ТЭЦ, которые работают в системе когенерации. Ну и около 3000 километров сетей, плюс 200 котелин. То есть большое хозяйство. И хозяйство это изношенное достаточно. То есть износ 60-80% в зависимости от конкретного объекта. Поэтому каждый теплительный сезон – это определенное испытание на прочность. Да, мы имеем повреждения, имеем определенные аварийные ситуации. Только за июнь на Киевской ТЭЦ произошло почти 6000 аварий. В то же время количество таких случаев ежегодно увеличивается примерно на 15%. Чтобы устранить неполадки, власти Украины планируют оформить кредит в Европейском банке реконструкции и развития. Сумма займа – 100 миллионов евро. Ну, вот в этом году, первый год, когда город начал системную модернизацию оборудования и тепловых сетей, мы порядка 130 километров заменили. И это даст возможность, ну, скажем, по определенным территориям города уже более-менее себя спокойно чувствовать. И такая работа будет продолжаться для того, чтобы выйти на такой стабильный, безаварийный уровень работы. Необходимо по нашим расчетам, по расчетам международных экспертов, которые проводили технический аудит перед 5 лет, каждый год проводить замену около 170 километров. Кстати, по украинскому законодательству, отопление в домах с централизованным теплоснабжением включается тогда, когда на протяжении трех дней среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов по Цельсию. Как и в прошлом году, официально подавать тепло украинцам должны были еще с 15 октября. Однако довольно теплая погода позволила отложить начало отопительного сезона. Из-за продлившегося бабьего лета киевская администрация сэкономила 130 миллионов гривен, а это примерно 5 миллионов долларов. Максут Медилканов, Аида Кадырбай, Петро Борейко, Хабар-24, Украина.